коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня хотел бы осветить такую тему как трудности на пути трейдера я расскажу на своем опыте обращу внимание на те вопросы которые прилетают в личку проблем великое множество кто-то пытается справляться самостоятельно кто-то ищет поддержку в среде соплеменников да там кто-то ищет подтверждение своим мыслям как действовать в тех или иных ситуациях обо всем по порядку хотел бы начать напомнить что настоящий момент на площадке картель market представлен мой курс основные темы на экране живые созвоны отдельный чатик выпускников после окончания обучения живые торги я отдаю все свои точки входа рассказываю как работаю я показываю если интересно залетайте старт уже в октябре времени осталось совсем немного так ну и по теме великое множество вопросов я обратил внимание что как на чатике картеля в telegram так и в личку прилетает какие-то совсем базовые вещи ну то есть вопросы из разряда как входить там сделку в пробой но есть мои видео есть видео коллег есть описание входов в этом в открытых источниках то есть нужно формализовать нужно на бумажку себе выписать те условия которые должны выполниться для входа и затем уже размещать там ордера вопросы каким образом до открывать сделку там по рынку либо отложенный ордер то есть вот такие вот базовые базовые мелочи не нужно пытаться искать поддержку либо помощь среди там соратников есть миллионы видео миллионы статей как и что работает установите себе демку возьмите и не знаю там элементарный мета трейдер 4 либо 5 есть там виды ордеров просто посмотрите как они срабатывают как размещаются когда мы там и где ставим стоп лоссы но то есть вот такие вот совсем совсем базовые вещи самостоятельный поиск и правильные вопросы у того же гугла это уже половина успеха попытки найти где-то какой-то поддержки это конечно хорошо но именно самостоятельная работа в поиске информации она все таки будет носить более продуктивный характер у вас проблема возникает вопрос на бумажку себе записали в блокнот скопилось какая-то да какой-то пол вопроса пошли разбирать отсмотрели видео пошли пробовать тренироваться до на тех или иных ситуациях нельзя без базовых понятий от слова совсем лезть в рынок вообще ну то есть даже на дымке нет смысла играться пытаться там открывать в ту или иную сторону потому что без понимания базовых вещей случится однажды то что вам повезет на дымке 1 2 3 раз вы пойдете на реал и обязательно сольете потому что случайные выигрыши а по-другому это назвать нельзя то есть это не какая-то осмысленная работа а вот мне здесь кажется что сейчас там будет расти купить немножко выросла прибыль зафиксирована особенно если лот завышен колоссальная прибыль все крылья выросли погнали сливать депозиты не нужно так делать ищем разборы элементарных вещей базовых самостоятельно 2 beach тоже другого слова не подобрать это делать сложно из простого есть элементарные вещи в части ну вот у меня залетают вопросы по точкам входа одни и те же вопросы от разных людей с разным подтекстом да скажем есть формализация я про пробойной точки входа рассказывал неоднократно и просто людей отправляют пересматривать с не понимают пересматривать еще раз и еще еще пока не будет понимания рассказал абсолютно все пытаются усложнять люди а вот нужно ждать там закрытия но если мы торгуем пробой закреплением нужно ждать закрытия нужно еще немножко времени подождать дабы убедиться что инструмент закрепился над уровнем и тогда входить если мы рассматриваем там каким ордером заходить опять-таки если мы рассматриваем пробойный вход в первичный импульс только отложенный ордер стоп ордер да то есть сел стоп либо buy стоп не нужно усложнять трейдинг это трудно плане там эмоциональное давление жадности следует своим правилам не всегда просто оказывается но простые вещи базовые не нужно их усложнять не нужно навешивать кучу ярлыков для того чтобы оказаться вот каким-то уникумом все давным-давно описано рассказано и показано берите и делайте делать одно и то же смотрим пробойные точки входа пусть их будет 10 20 идентичных абсолютно одинаковых первичный заход пробойную плоскость абсолютно чистый уровень без каких-либо запилов малая волатильность и вот 10 хотя бы 10 идентичных входов подряд они так что здесь я торгую пробой а вот здесь пробой не пошел значит я переворачиваюсь и вот это нарушение прошло дисциплины и беда 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 на выходе 3 в моем списке самых частых вопросов желание оказаться правом опять-таки в сообществе трейдеров один говорит продавать 2 говорит покупать 1 и 2 прав у каждого своя тс к заходит человек со стороны не знает что ему делать читает одно мнение читает другое мнение и хочет вот оказаться правом а я вот думаю вот так или все говорят продавать но вот я точно уверен что покупать если тс к подразумевает если выполняются условия для входа в сделку пожалуйста это будет по вашей тске вы должны самостоятельно себе написать условия для входа в сделки в любые если условия выполняются мы входим в сделку то есть но не нужно пытаться кому-то что-то доказать да можно там предположение результат пошло не пошло у нас же как если там кто-то публикует сделку то уже пошло и уже в профите либо уже в там стоп-лост передвинутым без убыток другие смотрят и начинают пытаются подражать вы не знаете всех условий входа в сделку описательная часть отсутствует предположение отсутствует то есть изначально до что было до человек показывает готовую сделку на выходе мы получаем море людей которые пытаются подражать и от этого сливают тоже плохо не нужно подражать и не нужно стараться оказаться правым той или иной ситуации особенно если какой-то спор один работает краткосрочно другой работает среднесрочно там говорит там актив будет расти в цене потому что потому что другой человек видит локальную ситуацию какую-нибудь обратную представленную датам анализу и предположению дальнейшем ходе цены и пытается забрать лишь небольшой откат и он тоже прав и у него тоже может получиться забрать свой откат опять-таки подходы разные кто-то там применяет методики скальпинга кто-то ориентируется там я не знаю условно на скользящие средние на какие-то индикаторы каждый по-своему прав своя тс к работать со своей тс к не нужно стараться оказаться правом доказать свою правоту то есть а тем более рынку доказывать правоту когда там все падает желание вот это вот купить подешевле поймать нож и потом показать красивую сделочку покупку на самом самом дне либо продажу на самом хай следующий даже не знаю как это это не больше не вопрос а это наверное своего тоже опыта океан информации просто это по-другому не назвать когда источников информации слишком много теряется навык фильтрации то есть здесь говорит одно тут говорят другое тут третье и пытается человек поймать ну вот у меня как было да и когда начинал у меня есть какое-то предположение я иду искать этому подтверждение форума там и не знаю там ветки какие-то telegram мне тогда не пользовался в дискорде там в голосовом чатике состоял и вот у меня предположение такое я уже решил что я буду покупателя продавать я иду искать подтверждение и вот разобраться то есть все говорят одно хочется там оказаться каким-то уникальным либо наоборот информация абсолютно разрозненная там условно 50 на 50 но мы больше привязываемся к тому мнению который совпадает с нашим предположением и абсолютно теряем видение ситуации как бы без предвзятости то есть такие вот вещи их тоже нужно стараться исключать ну и последнее в рейтинге на сегодня это делать а не думать потому что очень часто такие вот ситуации возникают когда кто-то говорит какое-то предположение да либо свои какие-то мысли и вот это где-то внутри сидит и вместо того чтобы делать повторять ошибаться анализировать исправлять какие-то свои косяки мы начинаем думать и мы вот я бы здесь там наверное купил или надо было купить надо было там продать и со временем складывается такое сознание что мы начинаем бояться делать потому что не делаем мы не можем анализировать если мы не анализируем а значит мы не играем кита ошибки не делаем какие-то корректировки tsk то есть нужно делать делать ввести статистику сделки значит от статистика статистику собрали проанализировали можно ли увеличить тейк можно ли сократить столб можно ли там увеличить объем и так далее так далее то есть там с рисками где-то поиграться очень тяжело воспринимать информацию которая в воздухе витает да то есть без конкретных дел только одни лишь мысли открыли график посмотрели вот наверное можно купить вечером там это утром да там на домашке например вечером открыли инструмент сходил предполагаемую сторону мы начинаем испытывать чувство что мы там не заработали хотя могли следующий раз мысли будут другого порядка там я думаю что будет расти дальше но покупать не буду потому что и так уже отросли я сейчас вот куплю самый хай опять мы подумали не сделали инструмент сходил у нас опять мысли о том что мы где-то что-то не добрали недополучили и так раз за разом и потом у нас мысленно уже формируется какая-то правота и там где условно говоря там движение уже закончилось и у нас такая мысль что ну вот я же был прав те разы значит я здесь теперь попробую а тут бац и на стоп вытащила и получается что мы вроде думает правильно всю дорогу дорога кончилась мы продолжаем думать в ту же сторону а дальше тупик и вот тем самым загоняем себя опять таки в какие-то рамки следующий раз будем уже с опытом до прошлого то есть будем ждать 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 и действует самый последний момент и вот получается что зеленые покупая красные продавай продаем на самом дне покупаем на самом хай потому что в истории да мы имеем мысленное восприятие тех или иных ситуаций а нужно делать делаем сделки делаем на дымки сделки делаем бумажные сделки написали себе на бумажку инструмент цену и дальнейшее предположение движения прошло время да там может вечер там на следующий день на выходных сели посмотрели наше предположение как отрабатывают пусть это будет сначала вот такая вот бумажная торговля на бумажке для того чтобы ввести какую статистику и понимать вообще мы верно думаю в большинстве случаев или нет вот на сегодня наверное все прошу прощения если кого-то обидел немножко накопилось всем удачи используйте стопы забирайте тейки почаще всего доброго пока пока